в Германии XV-XVIII веков. В прошлый раз мы с вами говорили про искусство Северного Возрождения, а сегодня, в следующее воскресенье и через, соответственно, три недели, 5 июля, мы будем говорить всё это время об искусстве XVII века. Как всегда в начале, я попрошу вас выключить ваши камеры и микрофоны, для того чтобы у нас не было помех во время трансляции в социальных сетях. Экскурсия продлится примерно 45 минут. И после окончания экскурсии, когда я закончу демонстрацию экрана, тогда вы сможете включить свои камеры и задать вопрос или написать его в чате. И я постараюсь, конечно, на ваши вопросы ответить. Ну что ж, на, теперь я поделюсь с вами своим экраном. Итак, мы с вами вошли в зал искусства XVII века. XVII столетие — это столетие, когда формируются очень многие национальные школы. И в Испании золотой век живописи. В Италии продолжается расцвет тоже искусства во многих городах итальянских. Но также продолжает расцветать искусство на территориях нидерландских провинций. В прошлый раз, когда мы говорили с вами про искусство Северного Ренессанса, мы начинали с XV столетия. И в нашей коллекции XV столетие представлено только немецкими вещами. Ну а когда мы с вами продолжали разговор уже про XVI столетие, тогда я начала вам показывать как раз вещи художников, связанных с искусством Нидерландов. И в частности, в самом конце экскурсии я показывала вам работу Питера Брегеля-старшего. Помните вот этот замечательный зимний пейзаж с ловушкой для птиц? Ну и в прошлый раз мы с вами как раз завершали на том, что в XVI веке на территории Германии и Нидерландов начинается реформация. Мартин Лютер, а затем и другие лидеры протестантизма, они во многом не согласны с католической церквью, с римским папой. Начинается раскол западнохристианской церкви. И мы наблюдаем в итоге войну, войну, которая начинается в 1568 году, которая продлится в 80 лет. То есть это, конечно, очень долгий промежуток. И в результате этой войны территории нидерландских провинций, они разделяются на две части. Юг, 10 южных провинций, они останутся под властью католических Габбасбургов, потому что изначально эти территории в XVI столетии, до начала войны, они принадлежали как раз Испании, Испанскому королю. И поэтому сегодня мы с вами как раз и будем говорить про эти южные провинции, где по-прежнему мы видим собственно господство католической церкви. Кстати, художники, которые принадлежали протестантизму, многие уедут из территории Фландрии на север, на территорию Республики Соединенных Провинций, тех независимых провинций, которые отвоевали своё право исповедовать протестантизм. Ну и с другой стороны был обратный процесс. Был процесс, наоборот, переезда католиков на юг, с севера, потому что, конечно, так же некомфортно себя чувствовали католики в окружении протестантов и многие переезжали. Но что с работами? Вот сейчас вы видите общий вид нашего зала номер 9, где у нас представлено искусство Фландрии. Так называются традиционно эти провинции. Сейчас в основном это территория Бельгии. И вы видите картины большого формата, потому что по-прежнему очень много заказов от аристократов, от двора, наместника испанского короля. Мы ещё сейчас вернёмся к этой истории с наместником. Вы также можете видеть здесь, в этом зале, достаточно много картин на религиозную тематику. И это тоже, безусловно, связано с тем, что по-прежнему в католической церкви есть огромная потребность в алтарях, и поэтому многие художники работают и на церковный заказ. То есть здесь по-прежнему заказчики достаточно традиционны. Это двор, аристократы, это церковь. Ну и теперь вот про вот эти работы. Это не только большой формат. Смотрите, вот эти все работы, они такие вот яркие, нарядные. И во многом это ещё, знаете, такая вот щедрость фламандской земли. Я сегодня, наверное, на протяжении экскурсии несколько раз буду говорить вот это слово, потому что оно как нельзя лучше характеризует особенность фламандского искусства 17-го столетия. Эта щедрость, какая-то радость бытия, радость вот этих земных удовольствий. И вот я вам хочу просто в качестве примера вот таких работ, даже немножечко, может быть, декоративных. Вот опять вот посмотрите, вот здесь я не могу, к сожалению, привлечь эту работу, но мы с вами её неплохо видим сейчас. Это работа Хенрика Ван Балина, работа, которая посвящена крещению Христа. Ну посмотрите, что мы здесь видим. Да, конечно, мы можем обнаружить фигуру Христа. Да, вот он и фигура Иоанна, крестителя, который над ним склонился. Но также здесь так много других персонажей. Мальчик занимается раковинами, продаёт их. Другой мальчик сосёт грудь матери, посмотрите, справа, в внешнем углу. Разведы с небеса и ангелы с небес тоже радуются вот этому событию. Роскошное чаще леса, где даже мы вдалеке, может быть, какого-то и сатира видим. И вот это вот действительно такая вот как бы изобилие персонажей, красок, различных сюжетов. Это вот то, что очень характерно для фламандской живописи. Их очень любят на самом деле заказчики. И заказывали фламандских художников, не только те, кто жили на территории Фландрии. Их работы мы можем увидеть и во Франции, мы можем увидеть их и в Испании в XVII веке, и в Голландии даже, да, несмотря на то, что вот казалось бы война, но тем не менее и аристократы, немногочисленные аристократы, которые в Голландии есть, двор принца Аранского, они тоже предпочитают фламандских художников. Вот такая замечательная история. Но, значит, теперь про важную историю. Значит, вот когда мы с вами находимся на территории Фландрии, то мы видим несколько очень важных больших городов. На самом деле в XV веке самым важным городом на территории Фландрии был город Брюки. Это был центр художественной жизни. Там были самые ключевые какие-то художники, самые важные инновационные открытия там совершали. Но в XVI столетии Брюки постепенно свою лидирующую роль теряет. И художественным центром Фландрии становится город Антверпен. И вот с XVI столетия и в XVII мы тоже самое видим. Мы видим, что Антверпен — это центр художественной жизни Фландрии. В этом очень большое различие с северными провинциями. Там, о чём мы поговорим в следующее воскресенье, мы увидим, что единого художественного центра нет. И что ещё интересно с Антверпеном, то что Антверпен — это ведь не политическая столица. Политической столицей, как и, кстати, сейчас, является Брюссель. Но вот торговля центром, коммерческий там. И вот художники тоже предпочитают Антверпен. И так как единый центр художественной, то есть и лидер фламандской школы живописи. Это художник, который учился в той же мастерской, что и Хенрик Ван Балин, на работу которого мы с вами сейчас смотрели. Это художник Питер Пауль Рубинс. И у нас в собрании есть несколько выдающихся работ Питера Пауля Рубинса, мастера, которого часто называют художником королей и королём художников. И действительно, это мастер, который оказал огромнейшее влияние на искусство и Фландрии, и не только Фландрии. И на самом деле французское искусство тоже было под очень сильным влиянием этого мастера. Питер Пауль Рубинс совершил традиционное для нидерландских художников ещё с XVI века путешествие в Италию. Он пробыл в Италии около 10 лет. Те из вас, кто были на моём предыдущем цикле, цикле, посвящённом графике, я вам показывала там рисунки Рубинса, которые представлены сейчас на нашей выставке графики. Это рисунки, как раз сделанные во время итальянского путешествия. Ну и вот та картина, на которую мы сейчас с вами смотрим, это картина, которую Рубинс пишет сразу после возвращения из Италии. Он пишет её для себя. И вот это очень важный момент, потому что ведь на самом деле Рубинс мега популярен, мега востребован. Ну а раз он так востребован, это значит, что все, и римский папа, и французский король, и испанский король, и английский король, они все хотят его работы, но он не может удовлетворить такое количество заказчиков. И, конечно, огромная мастерская, очень многие работы Рубинса на самом деле лишь подписаны им. Но вот чем эта работа хороша? Тем, что она от начала до конца сделана им самим, здесь только его рука. Почему? Потому что он пишет её для себя. И она до 1640 года находилась в его городском доме в Антверпене. И это, конечно, совершенно удивительно, что вот эта работа в итоге попала в коллекцию Пушкинского музея. Ну что ж, что мы здесь видим? Мы видим здесь вот эти следы присутствия, как бы пребывания Рубинса в Италии. В Италии он увидел эпоху Ренессанса, в Италии он увидел, конечно, и античные памятники. И Рубинс был очень хорошо образованным человеком. Он учился в школе иезуитов, он получил достаточно такое классическое образование, он читал на латыни, на греческом, не говоря о том, что кроме этих двух древних языков он знал ещё семь языков современных. То есть действительно очень образованный человек. И вот что мы здесь видим? Бук. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Их, которые припадают и опускаются на колени перед Богоматерью, то ли наоборот, они уже поднимаются с колен. То есть вот такая непределённость движения, вот непонятно до конца, в какую же сторону оно направлено. Вот эта особенность, и эта особенность мы её видим не только у Рубинца. Мы видим это у многих художников в 17-м столетии. И это в целом такая яркая характеристика стиля барокко. И сам Рубинц, и многие его ученики – это ярчайшие представители одного из двух в стиле 17-го века. Барокко в переводе с португальского означает «жемчужина неправильной формы». И барокко в первую очередь расцветает на землях, где присутствует католическая церковь. Почему? А чем хорошо барокко? Тем, что оно показывает эту динамику движения. И заставляет зрителя, прихожанина, который в церковь приходит, который видит вот такой алтарный образ, ощущать, что вот всё происходит прямо здесь и сейчас на его глазах. А с другой стороны, посмотрите, вот настолько написаны выразительно, вот помните Хенрика Ван Балина, вот эти вот ангелочки в небесах, или вот здесь вот эти святые, которые окружили Богоматерь, что нам кажется, что они такие же люди, земные люди, очень близки нашему обыденному повседневному миру. И это, по сути, та задача очень важная, которую барокко выполняет. Ведь, конечно, когда появились протестантские церкви, многие прихожане переходят из католичества в протестантизм. И церковь не только борется путём войны, она, конечно, должна бороться с помощью пропаганды. Искусство — это, безусловно, способ визуальной пропаганды, идей католической церкви. И вот барокко, вот эти вот образы, которые становятся выразительными, динамичными, понятными зрителями, очень близкими зрителями, это всё создаётся в том числе и благодаря Робинсу и его многочисленным ученикам-подмастериям. Ну что ж, ну а вот мы с вами посмотрели на работу мастерской Робинса. И теперь я развернусь вот сюда. И мы с вами взглянем на эскиз самого мастера. Это эскиз к работе «Тайные вечери». Сама работа находится в пинокотеке Брера в Милане. Она написана учениками. От Робинса там только подпись. А вот эскиз чем интересен? Тем, что он создан гениальной рукой самого мастера. И посмотрите, конечно, многие из вас помнят, как выглядит «Тайные вечери» Леонардо да Винчи, которую Робинс отлично знал. Он вступает в диалог с Леонардо, как и со многими другими мастерами итальянского Ренессанса. И он, посмотрите, он посадил всех апостолов вокруг стола, а не так, как у Леонардо стол вытянута, и картина сама достаточно, ну как бы, вытянута по горизонтали. Посмотрите, здесь акцент скорее не на предательстве, акцент на таинстве Евхаристии. Сам Христос обратился к небесам. Вот чаша с вином, которую он благословляет, учреждает главное таинство христианской церкви. И посмотрите на образ Иуды. Посмотрите, как он закусил руку, как он так опасливо немножко смотрит в нашу сторону. На самом деле он единственный из персонажей, кто смотрит в сторону зрителя. И это, конечно, очень интересный образ. Посмотрите, опять какая динамика, вот эти движения, лёгкие мазки, которыми Рубинс обозначает просто вот эти фигуры. И я вам честно скажу, что финальный вариант, который сделан в мастерской, он очень сильно проигрывает выразительности вот этому эскизу. Ну что ж, и у нас ещё один эскиз есть в коллекции, тоже принадлежащий к кисти Рубинса. Но это уже совсем другой проект. Это, как вы видите, проект архитектуры. И вот здесь нам нужно с вами вспомнить про то, кто управляет Фландрией. Фландрия – это часть испанских территорий. И наместники, они, конечно, связаны с испанским королем. Долгое время наместницей была сестра одного из испанских королей – Изабелла. Она, кстати, очень покровительствовала Рубинсу, всячески зазывала его Брюссель, но он, будучи с ней в прекрасных отношениях, выполняя дипломатические поручения Изабеллы, он отказывается в Брюссель переезжать. Но в итоге в начале 1630-х годов Изабелла умирает. И новый наместник должен приехать, тоже родственник испанского короля, кардинал Инфант Фердинанд. Давайте посмотрим. Вот эта триумфальная арка – это временная архитектура. Такие арки, их было много, возвели на улицах Антверпена, который ожидал приезда нового наместника. Такие церемонии торжественных въездов и выездов – это обычно на самом деле для средних веков ещё. И вот до XVII века это всё сохраняется. Посмотрите, давайте рассмотрим, что здесь изображено в центре. Вот посмотрите, здесь на коленях в белом фигура Фландрии, которая оплакивает умершую Изабеллу. Вот она на небесах, она уже вознеслась на небеса, вот она в чёрном траурном одеянии. А что же здесь в центре? В чёрном короне Испании, который как бы представляет жителям, фламандцам, он представляет своего, как бы представителя, наместники в территории, вот кардинал Инфант Фердинанд. Он в красном плаще, и вот эта яркая фигура, она, конечно, сразу приковывает внимание. Опять Рубин здесь очень точно выбирает цвет, который необходим, чтобы подчеркнуть значение фигуры кардинала Инфанта Фердинанд. Дальше, посмотрите, здесь очень удивительная дальше происходит история. Ну, казалось бы, небеса, вот здесь Богоматерь с Младенцем Христом, это всё понятно. Но кто рядом? Кто рядом с наихристианнейшим из королей, как иногда называли испанского короля? Посмотрите-ка, да здесь же у нас боги античные, Меркурий и Афина. И не случайно Афина — богиня мудрости и богиня, заметьте, справедливой войны. Но, конечно, каждый из сторон считает, что справедливость на её стороне. А Меркурий — бог торговли. Честно вам скажу, Рубинс был сторонником мира, и он несколько раз с поручениями от Изабеллы ездил и во Францию, и в Англию, пытаясь найти какие-то возможности для компромисса. Но в 1530-е годы закончилось очередное перемирие, и все усилия Рубинса, как дипломата, пошли прахом. И снова началась война. А для торговли война — это скорее зло, чем благо. Ведь по Шельде, а Антверпен стоит на реке Шельде, там идёт активное движение кораблей. Но оно, конечно, возможно только, когда войны нет. А когда начинаются очередные военные действия, то северяне перекрывали Шельду и, естественно, мешали. И, в общем-то, опять экономический кризис наступал, и Рубинс этим был очень недоволен. И это ещё такое своеобразное послание, потому что заказчиком вот этой временной архитектуры был никто иной, как близкий друг Рубинса и мэр города Антверпена Николас Рококс. Вот, и, собственно, вот это заказ Рококса. Таких арок несколько. Они есть в нескольких музеях, вот в нашем в том числе. И посмотрите, здесь же мы ещё на что должны обратить внимание? На саму архитектуру. Это тоже интересно. Это пример барокко. Посмотрите на эти колонны. Они витые. И это такое динамичное, очень ему сразу даёт опять динамику, вот такой витой вариант этих колонн. Теперь посмотрите на нижнюю часть, вот здесь, как бы под ногами персонажей. Видите, вот здесь вот эта горизонтальная линия, антаблемент. И в таком более классическом варианте архитектуры, в архитектуре эпохи Ренессанса вот эта горизонтальная планка, которая лежит на капителях колонн, она обычно не разрывается. Она такая вот целостная. А здесь, посмотрите, видите, вот такие вот как бы ниши, и вот разрывается антаблемент. Это такое специальное слово в архитектуре, раскрепованный антаблемент. Ну, можно просто вот обратить внимание на вот этот вот разрыв антаблемент. Зачем он? А вот представьте себе, яркий солнечный день, солнечные лучи падают, и когда у нас есть вот такие разрывы, то где-то глубокая тень, а где-то, наоборот, яркое, свещённое пятно. То есть это ещё игра света и тени, которая также добавляет выразительность и динамики архитектуре. Ну, вот такие хитрости. В барочной архитектуре очень часто такого рода приёмы используются. Ну что ж, теперь давайте немножко поговорим о мастерской Рубинса. И для начала я хочу вам показать Антониуса Ван Дейка. Вот здесь, вот на этой стене, вот мы сейчас с вами смотрим, мы видим три работы Антониуса Ван Дейка. Всё это портреты. Два портрета по бокам. Это портреты, которые Антониус Ван Дейк делает в тот период, когда ещё он живёт в Антверпене. Я хочу показать вам портрет мужчины. Это Адриан Стевенс, житель Антверпена, очень уважаемый. Часто он был членом городского магистрата. И здесь он изображён. Посмотрите как. Во-первых, одежда. Одежда на самом деле испанского гранда, хотя он не аристократ. Это мода. И видно, что эта одежда, она ему немножко, ну вот не по его фигуре, она немножко не подходит ему. Посмотрите, она ему туговато в груди. И он чувствует себя, может быть, немножко в ней неловко. Он специально нарядился для того, чтобы написать этот портрет. Теперь посмотрите на его лицо. Взгляд такой испытующий. Взгляд человека, который много повидал. Но при этом видно, что лицо этого человека очень такого по-доброму расположенного к людям. И за его спиной на красной суконной скатерти мы видим блюдо с какими-то монетками. Это не монетки на самом деле, это жетоны. И вот Адриан Стэвенс, он очень долгое время был милостыником. Милостыник – это тот, кто раздаёт бесплатные жетоны на бесплатные обеды. На этом многие, кто хотел сделать состояние, наживали деньги. Но не Адриан Стэвенс. Он был очень честным человеком. И в итоге община Антверпен, она ему доверила эту миссию. И это блюдо здесь – это знак его честности в том числе. Вот посмотрите на этот портрет. Это портрет человека, где мы видим с одной стороны фигуру человека, занимающего важную позицию, но фигуру человека, о котором мы узнаём о его характере, о его каких-то особенностях, его личности. Но это всё есть в творчестве Антониуса Ван Дейка, пока он не уедет ко двору английского короля Карла I. А когда он уедет… Посмотрите, вот я даже, наверное, так вот камеру поставлю, чтобы мы могли сравнить портрет Стэвенса и портрет вот этих двух прекрасных дам, леди Дебеньи и графини Портлин, которые Ван Дейк пишет в 1630-е годы. Он около 10 лет работал при дворе английского короля. Он был одним из самых любимых художников Карла I. Он получил дворянское звание от Карла I. Но посмотрите на этот портрет. Ничего мы не можем сказать. Кто эти дамы? Каковы они с точки зрения каких-то внутренних качеств, их настроения? Непроницаемые лица, но лица прекрасные. Посмотрите, как тщательно он пишет эти холёные руки. Давайте чуть поближе я сейчас подойду к портрету. Посмотрите, как потрясающе он написал вот эту синюю ткань, которая просвечивает сквозь прозрачную, коричневую, вуально брошенную на плечи. Посмотрите, как он пишет украшения, жемчуг. Надо сказать, что вот это всё то, что и хотели английские аристократы. И Антониус Ван Дейк создаёт образ парадного придворного портрета. Он задаёт, каким должен быть парадный придворный портрет. И после Антониуса Ван Дейка вот уже все художники английские, они будут использовать эти работы как образец. А ведь на самом-то деле за вот этой, ну как бы вот этими двумя прекрасными дамами стоит целая драматическая история. Дама, соответственно, леди Дейбини и графиня Портленд. Леди Дейбини была одной из первых красавиц своего времени, своей эпохи. И в неё влюбился брат Карла Первого Стюарта Джеймса. А семья не одобряет брак. И они вопреки семье брак заключили всё-таки. Был очень сильный скандал. Были практически разорваны отношения. Но в конце концов семья смирилась. И вот графиня Портленд, сестра Джеймса, она первой сделала шаг навстречу. И единственное, что нам про всю вот эту драму как бы напоминает, это то, что рука дамы в синем платье, графиня Портленд, она тянется к этому цветку розы. Она как бы срывает розу в знак примирения. Ну что ж, кроме Антонио Свандейка, мастерской Рубенса, также было много художников, мастеров натюрморта. И один из самых выдающихся мастеров натюрморта – это Франц Снейдерс. В нашем собрании представлено несколько натюрмортов Снейдерса. Вот сейчас вы наверху видите мясную лавку. А сейчас я чуть переведу камеру вот сюда. А вот здесь вот рыбная лавка. Ну вот рыбная нам отсвечивает. Я сейчас её поближе чуть-чуть покажу. Вот такие лавки, мясные, рыбные, их могли рядом часто друг с другом располагать. Они могли быть в роскошных пиршественных залах дворцов аристократов. Они могли быть в трапезных богатых монастырей. Ну а с другой стороны, почему рядом мясо и рыба? Мясо – это лето. Рыба – это зима. То есть это ещё разные времена года. Но и с другой стороны, вот что мясная лавка, на которую мы с вами взглянули мельком, что рыбная, которую мы сейчас видим. Посмотрите, какое разнообразие вот этих даров природы. Чего тут только нет. Вот опять это изобилие фламандской земли. Но здесь в рыбной лавке мы не только видим натюрморт. Мы видим здесь и пейзаж. Посмотрите, окошко, через которое мы видим площадь. Может быть, это, кстати, площадь родного в Снайдерсанте в Эрбене. Вот как он выглядит. Но, в принципе, мы сейчас, когда приезжаем в Береги, приезжаем в Антвербен, мы такие домики там можем вполне увидеть. А слева на картине мы видим маленькую сценку жанровую. И мы видим здесь маму и её ребёнка. И ребёнок что-то явно спрашивает, что чем-то он интересуется. Что он хочет узнать у мамы? Он, наверное, хочет узнать. А что это за корзинка со сладостями? Мама, не мне ли ты её приготовила? Конечно, это для него. Это корзина к дню Святого Николая. Ведь в католицизме очень долгое время подарки дарили не на Рождество. На Рождество подарки стали дарить в протестантских как раз странах. Потому что протестантские страны не признавали святых. А в католических странах эти в 17 веке подарочки дарят двумя Святого Николая. Это в ноябре. Но Святой Николай может порадовать детей послушных. А если ребёнок непослушный, то никаких подарков, только розги. Вот и розги, видите, здесь видны совсем слева. Они тут обозначены. Поэтому как будешь себя вести, то тебе и достанется. Наверное, именно это отвечает мама мальчику. Ну что ж, и ещё один прекрасный натюрморт Снейдерса покажу вам. Вот это наш шедевр. Это натюрморт с лебедем. И здесь посмотрите, чего тут только нет. И птица, и дичь, и различные морские гады, рыба. Конечно, всё это символика разных стихий. Птицы, воздух, кролики, лань, кабан, земля, морские гады, морские существа, вода. Три стихии. И все три стихии на этой картине, все три стихии как бы принесены как приношение зрителю, который любует с этой роскошью. Но не только здесь идёт речь про стихии. Ещё очень фламандцы любили показывать аллегории разных чувств. И вот посмотрите, сука, он является аллегорией чувства зрения, конечно, в первую очередь. Собака, которая тянется, принюхивается к этой пище, конечно, это обоняние. А попугай, который сидит на корзине с фруктами, конечно, это, собственно, вкус. То есть, вот видите, ещё три аллегории разных органов чувств здесь появляются. Но и, наконец, что ещё тут очень любопытно в этой работе? Вот с одной стороны, кажется, что вот все натюрморды Стендерсы, которые мы с вами видим, это такая вот роскошь, изобилие, радость земных удовольствий. Но ведь здесь все мертвы. Вот вся эта дичь, всё это мертво. И смерть, кажется, только-только застала их. Вот посмотрите на эту млань, вот её копытце вытянуто, и кажется, будто она ещё бежит. Или вот это крыло лебедя, кажется, что она ещё трепещет, кажется, на наших глазах. Или эта голова кабана, кажется, ещё рык раздаётся вот из этой пасти с свирепыми, с огромными клыками. И вот это, с одной стороны, радость земного бытия, и, с другой стороны, близость смерти. Это тоже, конечно, часть вот этой эпохи 17-го столетия, эпохи барокко. Потому что это постоянное напоминание, что радостью жизни, но помни, в любой момент смерть может забрать тебя, так же, как она забрала вот этих несчастных существ, которых мы здесь видим. И, в принципе, человек нуждается в пище, но и сам человек – пища для смерти. Это фламандская поговорка, которую мы здесь сразу с вами вспоминаем. Ну что ж. Но вот в 1640-е годы умирает Рубенс. И мастерская, она, собственно, лидером вообще вот этой фламандской школы, лидером мастерской Рубенса после его смерти становится художник Йорданс. В нашей коллекции есть несколько работ Йорданса, но я хочу вам показать работу, которой, к сожалению, нет виртуальной экспозиции. Хотя обычно в нашем зале фламандском, когда вы придёте в наш музей, он уже очень скоро откроется. Вот в нашем зале это обычно присутствует. Но благодаря тому, что мы с вами находимся в виртуальном пространстве, мы можем с вами на эту работу посмотреть. Вот она сейчас перед вами. Сейчас я её сделаю покрупнее. И вот посмотрите, здесь мы с вами снова видим историю античную. Это басня, басня Зопа. Йорданс, хотя он научился какое-то время у Рубенса, и, безусловно, многие приёмы Рубенса воспринял, но Йорданс был не так образован, как Рубенс. Он не читал на латыни, на греческом. Поэтому басню Зопа он узнал через пересказ нидерландского поэта Вондала. Мы, кстати, о нём ещё вспомним, когда в следующий раз отправимся уже на север, в северные провинции. И Вондал пересказал историю басни Зопа в следующем образом. Он рассказывает так, что жил-то был крестьянин, крестьянин, и пошёл он как-то зимой в горы и заблудился. Расстроился, потерялся и встретил тут сатира. Сатир видит, стоит крестьянин весь замёрзший, дрожит и на руки дует, чтобы согреться. Ну, сатир его и спрашивает, что ты делаешь? Ну, а крестьянин ему ответил, пытаюсь согреться. А сатир оказался очень добрым существом, помог крестьянину, вывел его к его родной деревне. Крестьянин благодарность пригласил его к себе домой пообедать. Вот здесь вы видите вот эту вторую часть истории. И опять смотрит сатир, дует крестьянин на ложку, вот и здесь, видите, изображён как раз этот момент. А что ты сейчас делаешь, говорит сатир крестьянину? Ну как же, похлёбка-то слишком горячая, я пытаюсь её остудить. Говорит сатир, нет, не будет дружбы между человеком и мной, сатиром, потому что люди – существа двуличные, из уст их исходят и жар, и холод. Вот такая наседательная история. Но до Вундала, до XVII века, чаще всего эту историю, когда рассказывали, её рассказывали именно как такое вот как бы обличение лицемерия человека. А Йорданс-то её не так нам рассказывал. Посмотрите-ка. Вот он нам показывает этого сатира. И этот сатир, услышав ответ крестьянина, ужасно смутился. И он даже чуть-чуть описался, так вот прям вот совсем вот смутился, вот такие натуралистические подробности. Это тоже особенность XVII века. Но потом, кстати, в XIX столетии, когда будет такая более пуританская эпоха, очень часто будут убирать вот такие вещи, как казалось бы неприличные для XIX столетия, и в XX столетии их опять будут раскрывать, как будешь выпить, снимать вот эти слои. Это тоже такая интересная история. И смутился он. А все над ним смеются, над сатиром. Почему же они над ним-то смеются? Да слишком уж он простодушен. И на самом деле, вот Йордан здесь нам показывает скорее историю людей, которые обхитрили простодушного сатира, посмеялись над ним. А вот такая вот хитрость, вот такое вот умение немножко обхитрить, это для кого важно? Для тех, кто торгует. А Антверпен, вообще вот эти вот люди во Фландре, они очень многие торгуют. И скорее это становится такой добродетелью, чем обличением греха лицемерия. Вот видите, как акценты смещаются, в том числе акценты с точки зрения оценки поведения человека. Ну, а теперь еще давайте посмотрим на одну вещь. Вот вообще кто эти люди? Это же, по идее, древние греки. Но разве Йордан их нам показывают греками? Нет, ничего подобного. Никакой античности. Это же фламандские крестьяне. И таким образом сюжет, который приходит из эпохи античности, он делает очень понятным, очень близким зрителям. Посмотрите на ногу этого крестьянина, главного героя. Смотрите, какая она грязная. Посмотрите, как вот он показывает вот это колено, сатира. Кажется, оно почти выходит в наше зрительное пространство, зрительское пространство. Посмотрите, все персонажи, они практически разместились на вот этом переднем плане. И они очень близко к нам. Вот эти особенности живописи Йорданца – это то, что выдает его знакомство с творчеством одного из самых ключевых мастеров рубежа XVI-XVII века. Это итальянский художник Караваджо. И Йорданца можно назвать караваджистом, потому что вот эти особенности, когда он показывает, казалось бы, греческую античную историю, пересказывая как бы на современный лад, показывая фламандских крестьян, это все вот как бы выдает его знакомство с идеями Караваджо. Ну и здесь даже есть родственники самого художника. Вот эта молодая женщина с ребенком на руках – это на самом деле жена Йорданца Катарина ван Норт. И его, скорее всего, старшая дочка Елизавета сидит у него на коленках. Ну что ж, но что важно, что вот мы с вами поговорили о самых разных работах фламандских художников. Но уходит все. Не только Рубинс умирает, и Снейдер. В конце концов, с конца 60-х почти перестает работать и Йорданц, и 70-й Йорданц тоже умирает. И вот куда же уходит это искусство? Неужели все его достижения уходят в никуда? Ведь больше не появляется таких выдающихся мастеров XVIII столетия. Нет. Вот как раз все достижения искусства фламандского искусства, их как бы впитывает Франция. И вот во Франции, а в основном во Франции именно XVIII века, то есть следующего столетия, мы видим вот это очень сильное влияние фламандского искусства. Ну что ж, дорогие друзья, и на этом я останавливаю демонстрацию экрана. Я благодарю вас за внимание. Теперь, если у вас появились вопросы, то вы можете их задать в чате или включив вашу камеру. и я постараюсь на них ответить. Спасибо. 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 Большое вам спасибо за внимание, дорогие друзья. Ну что ж, если у вас нет вопросов, наверное, мы на этом будем завершать. В следующий раз, в следующее воскресенье мы продолжим разговор про XVII век и будем говорить про уже искусство северных провинций. Обычно на русском языке мы говорим голландское искусство. Но в следующий раз поговорим поподробнее, почему не совсем верно так говорить, но можно. И если вдруг какие-то вопросы у вас будут, к следующей лекции, то можно что-то обсудить будет и в следующий раз. Всего вам доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok